Николай Шумаков, главный архитектор метро Гипротранса. Разработал более 40 станций метро в разных городах России и мира. Под его руководством были построены уникальные сооружения. Первая в России монорельсовая транспортная система, линия легкого метрополитена, живописный мост над Москвой-рекой и крупнейший в Европе аэропорт Внуково-1. Каждый его проект имеет свой собственный, ни на что не похожий стиль. Так же, как и картины Шумакова-художника. Николай Иванович, прежде всего, разрешите поздравить вас с днем рождения и с открытием выставки в Академии художеств. Спасибо тебе большое. Я вас с этими же праздниками поздравляю. Расскажите, как вы выбрали профессию? Почему именно архитектура? Ответ один из самых распространенных. Я закончил в свое время физико-математическую школу, и физика и математика были самые нелюбимые предметы у меня, и методом от противного я остановился на такой профессии, где думать ничего не надо, делать ничего не надо, тем более заниматься ненавистными формулами, всякими квадратными трехчленами и прочее. И выбор был достаточно небольшой. Рисовал плохо, потому что подготовки не было. А еще, возможно, из таких видов искусства выбрал архитектуру, потому что вроде бы как чертить мог, рисовать для поступления в архитектурный институт, как выяснилось, мог. Но это, в общем-то, была авантюра. Авантюра, потому что, конечно, подготовка моя была достаточно слабая и плохая. Но повезло, поступил, и так вот всю жизнь вот это везение мне и преследует. То есть архитектура выбрана именно по этой причине. Но я не ошибся. На самом деле я не ошибся, потому что вот придя буквально с первого дня в институт, я заканчивал Московский архитектурный институт, Мархи, мне стало понятно, что да, попал туда. Вот попал туда, и с тех пор, это с 71-го года, никто из присутствующих еще в это время не жил. Я начал учиться, и по сей день, 71-го, сегодня какой год, 19-й, уже 2019-й год, нахожусь в этой профессии. А скажите, в юности, когда вы спускались в московское метро, вы могли представить, что однажды будете заниматься строительством и проектированием станций? Нет, никоим образом, потому что метро – это была какая-то сказка, далекая от меня. Ну, я же не мог верить в Деда Мороза и в Снегурочку. Сказка, которая существует сама по себе, и метрополитен был примерно в такой же ситуации. Это сказочное мероприятие, и занимались какие-то непонятные сказочные персонажи, проектировали, строили его. Поэтому, конечно, не мог. И вот с первых дней посещения Москвы в школе посещал, в каких-то младших классах, потом приехал поступать в институт. Все это было для меня сильно далеко, сильно непонятно. Но в советское время существовала система распределения. То есть молодой специалист, который закончил институт, он распределялся, и три года должен был благополучно отработать в той системе, в том институте, куда судьба его забрасывала. Получилось так, что я попал в метро Гепротранс. Это институт, который занимается, проектировая метрополитеном, метро Гепротранс. И в этом метро Гепротрансе благополучно вот уже более 40 лет, с 1977 года, то есть 42 года, я благополучно работаю. Получается, что сказка стала реальностью благодаря системе распределения. Ну, много всяких было счастливых моментов в жизни, в том числе распределения, которое привело меня в стены этого замечательного института. Ну, в общем, да, да. Благодаря распределению я занимаюсь тем, чем занимаюсь по сей день. А сейчас система распределения, она не очень практикуется. Может быть, зря? Она вообще не практикуется. И, конечно, зря. Вот смотрите, какая интересная ситуация. Ну, ладно, платное какое-то обучение, где человек сам вкладывает свои денежки для того, чтобы получить ту или иную специальность. Но много бюджетных организаций, чисто бюджетных и частично бюджетных, где государство продолжает оплачивать учебу студента, молодого специалиста-студента. И получается так, институт был закончен, и молодой человек идет куда угодно и, к сожалению, как правило, причем не по специальности. Эта ситуация печальная, не нужная никому. И думаю, что время пройдет, исчезнет ИГЭ, исчезнет баллонская система. И одна из систем, которая благоприятно, благотворно влияла на развитие любой профессии, эта система распределения вернется, в конце концов, в нашу жизнь. Сегодня многие станции московского метрополитена, и не только московского, создаются при участии художников. В том числе в Москве многие станции были сделаны при участии академиков Российской академии художеств. Почему так важна совместная работа архитектора и художника? Я на самом деле очень люблю работать с художником. Во-первых, когда пришел в метро Гепротранс, существовал достаточно ограниченный список монументалистов и скульпторов, которые могли работать в метрополитене. Потому что метрополитен – это была вершина творчества любого монументалиста. Родился, стал монументалистом, надо поработать в метрополитене. И все самые-самые хорошие художники работали в метрополитене обязательно. И когда пришел в институт, я имею в виду в проектный институт, в это время очень активно на каждой станции тот или иной художник принимал участие. Потом наступил долгий период затищия, то есть ограничения в средствах, ограничения в возможностях. И художники не привлекались долгий-долгий-долгий период. И в конце концов стало понятно, что раздельное существование монументалистов и архитекторов не совсем хорошо сказывается на любом объекте. Мягко говоря, не совсем хорошо. И поэтому я приложил массу сил для того, чтобы привлечь обратно художника в наше пространство, в нашу архитектуру. Мне кажется, всегда очень хорошо, когда вот эта смена масштабов. Большая архитектура, большой объем, большое пространство. Пусть даже сугубо утилитарное пространство. И вдруг какие-то вкрапления яркого художественного начала, оно очень сильно благоприятно влияет на зрителя. Вплоть до того, что возникает даже желание какого-то тактильного контакта с любым произведением. Неважно из чего, неважно техника, будь то мозаика римская, флорентика, будь то скульптуру. Скульптуру вообще любят трогать пассажиры метрополитена. Я помню Сретенский бульвар Пускали, там Ваня Лубейников работал вместе со мной. Так каждая его аппликация, аппликация из нержавейки, отравленная нержавейка, они были буквально общупаны, облюбованы. Вот для этого все и делается. Для того, чтобы контакт с архитектурой был более плотный, причем на долгие-долгие годы. Вопрос про выставку. Вообще считается, что стихия архитектора – это рацию. Наверное, поэтому существует стереотип, что архитектор больше увлекается графикой или какими-то архитектурными зарисовками. Однако на вашей выставке представлено множество ярких живописных работ, ярких живописных портретов. Почему вы выбрали для себя этот жанр? Ну, понимаешь, если говорить обо всех архитекторах, ему просто некогда архитектору, некогда брать большой полз, брать кисти, выдавливать красочку. Ему проще взять карандаш, рапидограф, ручку, акварель, в конце концов, максимум, на что они опускаются – это акварель, ну и приложиться к листочкам бумаги. Именно из-за того, что архитектор занят постоянно своей профессией. Нормальный архитектор. Нормальный архитектор, который абсолютно погружен в свою профессию. А тут, ну, так получилось, что большой холст, широкая кисть, краска пожиже, и все это выплескивается на холст. Ну, почему ты спрашиваешь, почему? Ну, не знаю, как-то вот так судьба распорядилась. Что хочется, что у меня внутри там происходит, какое-то бурление, оно выливается на холсты. Может быть, потому что, это опять такая заготовка, может быть, потому что под землей не хватает красок. Ну, и, конечно, не хватает замкнутого пространства, лишенного абсолютно света. Ведь любой объект подземный устроится много-много лет. То есть, результат – это станция, это перегоны. Но долгие-долгие годы, проводя без света под землей, в конце концов, вызывает желание там порезвиться на холстах яркими красками. А почему именно портреты? Ну, портреты, почему портреты? Портрет – самое сложное, сам понимаешь. Что такое сделать портрет? Портреты – это невыносимо сложно. Почему в последнее время, в последние годы очень мало портретов? А потому что художник тоже себя не утруждает. Понимаешь, ему проще деревце нарисовать или бутылочку поставить. А портрет – это всегда, ну, всегда какое-то копание в твоем собеседнике, в твоем натурщике. Поэтому портрет – это, ну, такая тяжелая ноша, с которой надо идти по жизни. Поэтому портрет – самый сложный портрет, поэтому я делаю портрет. Вот такой ответ. Ну, несмотря на то, что это сложно, это все-таки, как мне кажется, способ отдохнуть, наверное. Ну, живопись – это не отдых. Живопись – это, в общем-то, такая же работа. Я бы никогда не говорил, что это хобби, это отдых. Таких слов я не употребляю, потому что для меня это продолжение моей работы. Основной работы, не основной. Тут надо еще разбираться, что основная или живопись, или архитектура, ну, скорее всего, конечно, архитектура, потому что она меня кормит. А раз она меня кормит, то я должен полностью, целиком отдаваться архитектуре. А это уже потом. Но ни в коем случае не отдых. Какой отдых? Каторга. Отдых. 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 Продолжение следует...